Азбестовский дом спорта провел день открытых дверей. Организаторы сообщают, что мероприятие в таком формате для городских спортивных школ и секций проходило впервые. Для школьников и их родителей прошли показательные выступления городских спортсменов, после которых желающие могли записаться в понравившуюся секцию. Слава наших спортсменов уже давно вышла за пределы города. Азбесту есть чем гордиться, ведь на международных соревнованиях побеждают наши земляки. Егор Михонцев, Игорь Курганский, Мария Большакова и Анастасия Кирпичникова. Чтобы продолжить традицию воспитания российских спортивных звезд, в городском доме спорта собрали представители всех спортивных школ и секций Азбеста на день открытых дверей. Решили в бою со всеми школами собраться у нас здесь и объединить, чтобы ребята видели, как проходят тренировки. Есть у ребят интерес, просто некоторые не знают, куда идти, с кем разговаривать. Здесь как раз объединили для того, чтобы им было проще познакомиться с тренерским составом и посмотреть наглядно, как это все происходит. Мероприятие в таком формате здесь провели впервые. Для горожан устроили спортивный праздник, где юные спортсмены представляли свои школы и демонстрировали, чему научились. Очень приятно видеть такое большое количество зрителей, такое большое количество участников этого праздника. Я уверен, что сегодняшняя искорка, которая будет вложена в сердца маленьких зрителей, которые сегодня пришли, обязательно станет олимпийским пламенем и достоянием нашего города. Целевой аудиторией мероприятия стали школьники и их родители. Для детей дошкольного возраста выбор секций все-таки ограничен, хотя шестилеток ждут на занятиях айкидо. Зато ребятам постарше было из чего выбрать. Например, спортивная школа Олимпийского резерва приглашала мальчишек и девчонок в возрасте от 9 лет на тренировки по боксу. В этом году показали неплохие ребята результаты. У нас призер первенства страны по старшим юношам, Дмитрий Гамазанов, член сборной России. Сейчас готовился на сбор, проходил отбор на час от мира, немножко не хватило, но в следующем году, наверное, будет уже первым номером и будет защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. Также у нас хорошие юниоры показали результат. Два победителя первенства области, два победителя первенства Уральского федерального округа и призеры спартакиады, учащихся России. Ну и маленькие у нас очень хорошие ребята, перспективные. Уже многие выиграли областные международные турниры. В этот день двери для ребят открывали также секции каратэ, баскетбола, художественной гимнастики и других спортивных направлений. Уникальную возможность познакомиться со всеми видами спорта, которые представлены в Азбесте, оценили как преподаватели спортивных школ, так и зрители. Ну я думаю, такие мероприятия нужны. Это пропаганда здорового образа жизни. Ребята идут, ориентируются, выбирают секцию, пробуются или в том, или ином виде спорта, смотрят. Тут они визуально это все видят, не на словах, смотрят, выбирают. Я думаю, надо это дальше проводить. Я думаю, это очень полезно. Узнали мы об этом от знакомых. Многие сюда пришли со своими детьми, внуками. Потому что мы считаем, что наше поколение, молодое поколение, должно быть здоровым, красивым, воспитанным. Спорт в этом нам поможет. Нам понравилось. Мы уже для себя выбрали, чем бы мы хотели заниматься. И вот пойдем сегодня вечером записываться. В дальнейшем планируется расширить спектр городских спортивных дисциплин. Как сообщил директор физкультурно-спортивного центра Александр Степанов, в городе планируется открыть зал борьбы с самбо. Татьяна Мельникова, Антон Мужков, Новости АТВ.